Девушки отдыхают Депутат Гордома Денис Седов осмотрел объект. Он оценил бережное отношение к территории, однако напомнил про сроки выполнения. По моей информации все сроки соблюдены. Более того, до 15 октября еще разрешение, но до завершения раскопки существует. Если в эти сроки Т-Плюс не справится с этим, будут променены штрафные санкции. Все работы по обновлению тепловых сетей согласованы с городской администрацией. Там, где можно, сотрудники Т-Плюс проводили замену труб без масштабных земляных вмешательств. Использовали только подземные каналы. Хотелось бы отметить, что несмотря на проводимые работы, тепло в дома ульяновцев стало подаваться вовремя и никаких сбоев допущено не было. Объект на пересечении улиц Лесной и Кооперативной обещают сдать к 15 октября. Основные работы выполнены, осталось положить асфальт. На этом участке заменено более 700 метров коммуникаций. Директор ульяновского филиала по ОТ-Плюс осмотрел объекты и напомнил о дальнейших преобразованиях. В ближайшее время отрасль теплоснабжения ждет переход на новые модели рынка тепла по методу альтернативной котельной. Все понимают важность и нужность этого вопроса. И сегодня дорожная карта, которая была подписана губернатором, полностью исполняется. И наша задача в рамках переходного периода все вопросы, связанные с отнесением города к ценовой зоне, завершить к 1 января 2020 года. Напомним, альтернативная котельная позволит существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру. За 10 лет функционирования нового метода планируется инвестиция в 7,8 миллиардов рублей. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Управды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин